Здравствуйте, уважаемые зрители канала Про Цветок! Меня зовут Дмитрий, я садовник и владелец личного подробного хозяйства. И сегодня я хочу поделиться с вами секретами выращивания огурцов, рассказать, почему у меня огурцы не болеют и дают отличный урожай даже в открытом грунте. Первым делом нужно обратить внимание на агротехнику. Перед тем, как посеять огурцы, нужно предварительно подготовить почву, внести все необходимые удобрения, чтобы питание для огурцов было сбалансированным, чтобы присутствовали все элементы питания, а также микроэлементы. Ведь когда в почве всего в достатке, значит растения будут хорошо развиваться, будут иметь естественный иммунитет, устойчивость к различным вредителям и болезням. Перед вами грядка в открытом грунте с огурцами. Смотрите, какие хорошие огурцы. Хотя посев огурцов был в этом году очень поздние сроки. Обычно я высеваю огурцы в открытый грунт 9-10 мая. В этом же году я высевал огурцы только в 20-х числах мая, потому что была холодная и дождливая погода. Однако, несмотря на погодные условия, несмотря на холод, огурцы быстро пошли в рост и уже зацветают, уже завязывают огурчики. Примерно через недельку, я думаю, уже первые огурцы у нас будут на своем столе. Весной, кстати, я снимал ролик о том, как подготовить правильно грядку для посева огурцов. Кому эта тема интересна, можете найти этот ролик на нашем канале и посмотреть. Там все доступно и легко рассказывается. И у вас также будут вот такие вот пышные, хорошие огурцы. Конечно, не только естественный иммунитет помогает справиться огурцам с болезнями и вредителями. Нужно им иногда и помогать. Например, для профилактики различных заболеваний, особенно такого, как пероноспороз, я использую различные биопрепараты. Химии на огурцах я совсем не пользуюсь. Для обработки растений от пероноспороза и других грибковых заболеваний, для повышения их иммунитета, я использую один классный препарат. О нем я уже рассказывал. Это препарат Максимун. Это биостимулятор, который помогает справиться растениям с различными фитопатогенами. Нужно сказать, что кроме данного препарата, я использую и другие биопрепараты. Препараты на основе сенной палочки, либо триходермы. Особенно мне нравится триходерма. Я использую наши препараты Профит, которые в гранулах. Беру одну чайную ложку препарата на основе триходермы, растворяю эти гранулы в воде, вернее, смываю с них споры, которые там присутствуют, и проливаю данным раствором грядку с огурцами. Это средство хорошо помогает от различных корневых гнилей, которые могут возникнуть при выращивании огурцов. Использую биопрепараты для профилактики. То есть максимумом я обрабатываю огурцы по листу, а раствором триходермы я проливаю под корень. За сезон я делаю примерно 2-3 таких обработки. И мне этого хватает огурцы, выглядят здоровыми, хорошо развиваются и ничем не болеют. Нужно сказать, что биопрепараты безопасны для здоровья человека, для окружающей среды, для животных. Поэтому их можно применять даже в период сбора урожая. После обработки пройдет несколько суток, а можно даже и сразу собрать эти огурцы, помыть и употреблять в пищу. Никакого вреда абсолютно для здоровья не будет. Поэтому всем советую пользоваться биопрепаратами. При выращивании огурцов часто возникают проблемы с питанием. Ведь у нас у всех разные типы почв, разная кислотность, разная насыщенность почвы микроэлементами. И один метод посадки огурцов, например, который я применяю, может всем и не подходить. Получится несбалансированное питание, и огурцы не получат нужных питательных веществ. Тяжело найти удобрение, где все эти вещества присутствуют, и огурцы могут получить все питание в доступной форме. Однако я нашел такое удобрение. Что же это за удобрение? Это жидкое удобрение Омекс-Био-20. Здесь содержатся различные микроэлементы и элементы питания. Можно посмотреть даже инструкции. Здесь содержатся азот, фосфор, калий, магний, железо, цинк, медь, марганец, бор, кобальт, молибден, а также экстракт водорослей. Такое удобрение, нужно сказать, что стоит не очень дешево. Однако вот такая большая бутылка уходит у меня примерно за 2-3 сезона. То есть я покупаю такую бутылочку на несколько лет. В принципе, если посчитать расход и покупку других удобрений, которых нужно в более большом объеме, то в принципе экономия налицо. Вот такие удобрения я применяю для подкормки огурцов и перца. Особенно в этом году наверняка многие столкнулись с тем, что перец плохо развивается. Я посадил перец примерно 12 мая в теплицу. Однако почти месяц он не развивался. Какие только подкормки я не делал. Сидел на одном месте, желтый, и я уже думал, что урожай с него никакого не получу. Однако после подкормки вот этим удобрением перец просто окреп на глазах, пошел в рост, и я рассчитываю на хороший урожай. И вам поэтому советую вот такое удобрение. Не рекламы ради, а потому что действительно это удобрение работает. Хотя почва у меня хорошо заправлена, подготовлена, однако в период роста огурцов может проявиться нехватка каких-либо микроэлементов. И я использую все-таки несколько подкормок вот таким удобрением. Для того, чтобы приготовить раствор, понадобится всего 30-50 мл удобрения на 10 л воды. Провожу в некорневую подкормку, когда у огурчиков появятся 2-3 настоящих листочков. Вторую подкормку провожу через 2 недели. И третью еще с интервалом 2 недели. В итоге провожу всего 3 обработки вот таким удобрением. И мои огурцы хорошо развиваются, получают все необходимое питание и дают очень хороший урожай. Чем сильнее будет естественный иммунитет растений, чем меньше они будут подвержены различным заболеваниям и вредителям. Поэтому используйте биопрепараты, используйте хорошее качественное удобрение с микроэлементами, и тогда огурцы порадуют вас урожаем. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч!